Одной из первых тем, которую обсудили на традиционной планерке в администрации города, стал проект «Тысяча дворов». По словам главы комитета градостроительной политики, отставания по графику минимальные. Они случились из-за прошедшего накануне снегопада и жильцов, которые не убрали с территории свои гаражи. Но, несмотря на это, Александр Зудилов уверяет, дворы сдадут ровно в срок. Начаты работы практически во всех из 12 дворов по программе «Тысяча дворов». Где-то работы идут быстрее, где-то меньше. Немножко притормозил нас неделю назад снег с дождем, который начался, для того, чтобы не устраивать свиноруи на дорогах. Работы были несколько приторможены, но продолжаются во всех дворах. Вместе с тем, глава комитета отметил, что голосование по выбору территории для благоустройства по проекту формирования комфортной городской среды подходит к концу. Но в этом году свой выбор сделали лишь небольшое количество забайкальцев. Это и будущее нашего города. И хотелось бы, чтобы максимальный охват этого мероприятия имело, максимальное количество людей приняло участие, для того, чтобы принять то решение, которое мы будем реализовывать в 25-м году. Ну и всех горожан, наверное, да? Ну и всех горожан, да, конечно. В первую очередь, с массовой информацией, конечно. На совещании также рассказали, что традиционной ярмарки выходного дня на этой неделе не будет. Вместо нее проведут всеобщий субботник, чтобы подготовить город к грядущим майским праздникам. Екатерина Бокшиева, Владимир Николаев, РТК Сбайкали.